Всем привет, с вами Купер и сегодня у нас очередная заварушка на тему AVS И наконец-таки мы будем сравнивать Cry Precision и RS Arma Конкретно будем сравнивать плейтбэги, плитники, панели, как их еще называют Хорнесы сравнивать не будем Итак, TMC мы уже сравнили, как раз MBUF версию, которая не так давно вышла И походу у меня единственный в России TMC-шный MBUF плейтники Если у кого-то еще есть, то напишите, потому что, я так понял, они выпустили штучек 10-20 Они быстро разлетелись и на этом все Они кормили завтраками то, что будут шить-шить-шить Но в итоге, как они мне отписались, у них проблемы с мультикамом Не знаю, восстановят они, пошив AVS-ов не восстановят Но в целом на всех китайских сайтах можно наблюдать историю Отсутствия каких-то мультикам-подсумков, мультикам-броников И так далее Ну, что будет, то будет, посмотрим Сейчас же мы будем смотреть на нашего отечественного производителя Сможет ли он дать альтернативу китайцам Ну, он и так смог Просто сегодня мы его заценим Итак, начнем сравнивать край и РС Начнем с замерки параметров Хотя давайте сначала про цветовую Еще раз Это уже третье видео, где участвует этот краевский AVS Еще раз всем напоминаю, кто не знает Это вот отличия в стропах В стропах Это, по-моему, вторая генерация мультикамовской стропы А это якобы четвертая Поэтому они отличаются Отличия в самой ткани именно кордуряшки Ну, особо так не видно Ну, не знаю, кто может определить Прямо, что оригинал, что нет Что вот прям Я не знаю Просто годный мультикам Вполне годный Нету каких-то конкретных там розовых оттенков И спасибо на этом Но по поводу строп я сказал Тут их сравнивать нечего Велкра Цвет велкра отличается На видео это в целом Как мне кажется, видно Отличается Не так, что прям сильно Но отличия есть Ну, и ладно Далее давайте по параметрам Тут интересно У TMC-шки очень было много Отличий Там На пару миллиметров Где-то на сантиметр То есть такие, ну Не прям Серьезные отличия Но Вот по факту есть и есть Давайте посмотрим У RS-а Ну Начнем с самого, пожалуй, верха Это Ширина Плечевой стропы И она у нас составляет Ну 4 сантиметра Считай Это был край АРС И те же 4 сантиметра Сразу Давайте посмотрим На Длину Это АРС И длина Составляет Плюс-минус Чутка 8 сантиметров Именно вот этого Отделения Само Velcro 12 с половиной Сантиметров Смотрим У края Длина Вот этого У нас 5 сантиметров То есть Отличие от АРС В целых 3 сантиметрах Длина Вот этой Штуки 12 с половиной Тут все ровно Но Маленькая Загвоздочка У меня Два комплекта Плейтбэгов От АРС И вот Один уже стоит Полностью Укомплектованный И Если смотреть Тут На это отделение Я уж не стал Вытаскивать Кобру Просто вот так Будет видно То что тут Как на Крае 5 сантиметров Ну и тут 12 с половиной То есть А это все М размер Что Эти Плейтбэги Что вот эти Это М размер Но Как будто Знаете На этот М размер На шире длину Строп К Л размеру Даже Ну Не знаю Как это Прокомментировать Может быть Это просто Такой Косяк Но это В любом Случа Косяк Это Длина Не М размера Строп Так Перейдем Дальше Это конечно Неплохо Лучше Длиннее Чем Короче Но Это Не копина Дальше Что мы Мерим Расстояние Между Плечевыми Стропами Это мы На ТМС Проверяли Тут была Разница Где-то Сантиметр Так Тут у нас 14 И 1 Или 2 Миллиметра Точнее 14 Сантиметров 1 2 Миллиметра Это был Край Это у нас АРС Тут у нас 14 И 3 То есть Тут лучше Чем у ТМС Явно Так Вот эту Штучку Мы еще Замеряли У АРС По Нижней Линии 12 С Половиной Сантиметров 12 6 У Край Присижена 12 С Половиной Сантиметров Тут тоже Более Копина Сразу Хочу Заметить У Край Присижена Тут Вот Такие Достаточно Острые Углы Ну Прям Почти Под 90 Градусов Вот этот Шов Идет ТМС Эту Штуку Сделали У АРС Прям Такого Явного Угла Нету То есть Он тут В целом То есть Но Прям Вот Явного Угла Нету Ну Это Не супер Критично Но Как бы Опять же Такое Место Имеет То же Самое И с Задними Плейтбегами Плейтами Плитниками Тут Есть Такой Угол Характерный Выраженный Тут Нету То есть Это Мне Больше Напоминает Такой Угол Как у Эмерсона Был Такие Скругленные Углы Далее У нас Давайте Уэлтра 14 см 3 мм Это Был Край У РС Ровно 14 Ну Минимальное Отличие Вообще Не страшно Так Вот Этот Вот Это Вот Струпа Очень Такая Совершенно Нестандартного Размера И Я так Понимаю Никто Из Производителей Реплик Не смогли Прямо Ее Капернуть Потому Что Тут У нас Ровно 2 см Ширина Ширина Высота Ровно 5 см Это Край На РС Ширина Ровно 2 см Как у Края А вот Высота 5,5 см Ну На Полсантиметра Ее Подлиннее Сделали Тоже Тоже Не Супер Критично Даже В каком То Смысле Удобней Через Более Широкую Стропу Продевать Что-то Но Не копийно Вот Тут Хочу Заметить Вот Тут Они Сделали Копийно Вот эти Широкие Стропки Вот У всех Там У TMC У Emerson Вот эти Стропы Они Узенькие И длинные Хотя У края Они Такие Ну Прям Квадрат У RAS Более Копийно Да Сами Флэппанели Смысла нету Сравнивать Потому что Это Обычная Флэппанель Просто Моле А это RAS Флэппанель С Отделениями Под магазинами Так Смотрим Далее Давайте Вот Постараемся Измерить Высоту Плейта Ну Прям От угла До угла Будем мерить 30 см Край Пресижн RAS 30 см От угла До угла Тут Копийно 30,5 см Это RAS И 30,5 см Край Пресижн Отлично Отлично Гиполон Край Пресижн 9 см А RAS Arma 9 см Тут Тоже О Еще Один Шильдик Это На Флэппанели Шильдики У RAS Один На Передней Панели У Края На Передней Ничего Нет На Задней Панели И На Задней Панели Тоже У вас Есть Шильдик RAS Arma У Края Собственно Шильдики Только Сзади На Внутренней Стороне С полным Неполным Точнее Описанием И Вот Этот Шильдик Например Вот Это 20 см И Где-то 3-4 Миллиметра Это Край У RAS 21 Сантиметр Ровно Не Критично В целом Хорнес От Тимси Я уже Точнее На Хорнес От Тимси Я уже Прикреплял RS Панели И Все Отлично И На Краевский Хорнес Тоже Прикреплял Все Отлично Там Вопросов Нет Все Встает Без Каких Либо Проблем Вот Эта Часть Немножко По Разному Сшита Может Это Конечно Да Это Скорее На Одинной Модели Вот Тут У RS Такой Наблюдается Угол Небольшой У края Он Такой Дугой Идет Но С другой Стороны Тоже Дуга В целом То есть Ну Небольшие Ксяки Это Фигня Ширина Внизу 6 Сантиметров 6 Сантиметров Верху Ну Три с копейками Три с копейками Вот Эта Стропа Ну На вид Тоже Все нормально У края Видите Она Очень узкая И Достаточно Сложно Просовывать Туда Волкруху Вот Сам Проем 5 Сантиметров У АРС Видно Что они Сделали Пошире Чтобы Наверное Полегче Туда Засовывать Если у Края 5 Сантиметров Там АРС Больше 6 6 6.1 6.2 Не Копийно Но Я думаю Это Не Плюс Наверное Но Полегче Просто Просовывать Стропы Да и Только Возможно Наоборот Лучше Чтобы Они Фиксировались Вот так Вот Намертво То есть Как бы Да Геморрена Просунуть Но Зато Помертве Прификсировалось Померяем Молнию Внизу У нас Край Вверху АРС Вот Эту Стропу 21 Сантиметр У Края И 21 С 21 С Половиной У АРС И Вот Тут Вот Есть Косячок Есть Косячок Который Лично Мне Очень Бросился В Глаза Это Цвет Молнии Я Конечно Докапываюсь Со стороны Копийности И Только С этой Стороны И Рассматриваю Функционал Функционалом Но Вот Цвет Молнии Он тут Койотовский У края Тановский У края Вот Тут Вот Не знаю Как эти Премудрости Называются На Молниях Но В общем Чтобы Молния Не расходилась Тут Такой Запечатанный Пластик РС Надели Металлическую Штучку Вот Такую Ну Тоже Чтобы Наверное Не расходилось Что-то Или Что-то Типа Этого И так Далее В этом Есть Отличия Да А Еще Один Косяк Но Этот Косяк Естественно Поправим По Поводу Прошивки Строп По поводу Усиленного Шва Тоже Больная Тема АВС Вот Cry Precision Все Прошито Вот РС Тоже Все Прошили Это Реально Необходимая Вещь Потому что На старых Генерациях АВС Этого Усиленного Шва Его Тупо Не было И из-за Этого Стропы Просто Вырывались Из-за Плейта И Опять Есть куча Фоток С этими Вырванными Стропами А вот Уже На новых Генерациях АВС Эти Усиленные Стропы Присутствуют Не стропы Строчки Швы Ну Так Вот И Есть Небольшой Косяк То Что Вот Смотрите На Задние Плейты Край Пресижн РС Забыли Прошить Да Бывает И Да Они Без Проблем Это Сделают Единственное Гемор Обратно Отправлять Ждать Пока Доделают И Ждать Пока Снова Придет Ну Такое Имеет Место Быть Например На Другом Комплекте Все В порядке Фокус Фокус Ладно Фокус Не настроился В общем На Другом Комплекте Все Прошили Все Отлично На Этом Забыли И Кстати Не Единичный Случай То Есть Люди У которых Тоже Уже Есть АВС От РС Тоже Есть Вот Такие Случаи То есть Там Просто Ну Люди Не Замечают Даже Этих Мелочей Но Это Очень Важная Вещь И Я Был С ней Повнимательнее Потому Что Потом Это Может Просто При Больших Нагрузках Вырываться Усиленный Шов Не Просто Так Это Сделан Давайте Не Знаю Расстояние Замерим Между Стропами 7,5 Сантиметров Это На Края На РС 8,5 Сантиметров Чуточку Пошире На Сантиметр По Параметрам Всех Вот Этих Вот Задних Строп Для Крепления Хорнеса Как я Уже Сказал Все Норм Все Копийно Хорнес Встает Нормально Так же Как и на Крае Так же Как и на ТМС Короче Тут Каких-то Явных Косяков Нету Давайте Заглядывать Внутрь Собственно Я сюда Поставил Полновески Там Стоят Мягкие Плиты Просто Чтобы Форму Показать А Еще Вот Что Хотел Замерить Это Ну Характерные Для Эмбаф АВС Расширенные Книзу Такие Юбочки Просто Замерим Самый Низ Ну Где-то 4.3 АРС 4.5 Чуть-чуть Пошире Хотя Мне казалось Что У АРС Чуточку По Уже Точнее Поменьше Угол Ну Даже Оказался Вот Побольше Ну да Ладно Тут Не закреплено Давайте Уберем Эту Деталь Отсюда Вообще Тут Прям Вот Так Видно Такое Цветовое Отличие В Велкра Сразу Что Бросается В глаза Это То Что У края Тут Цельная Велкруха Цельный Прямоугольник А у АРС Тут Видимо Максимальная Ширина Велкра Которая Существует У АРС И у Китайцев В том числе Это 10 сантиметров Если Глазомер Не ошибается Да 10 сантиметров Поэтому Приходится Нашивать Вот так Вот Ну Ничего страшного Это Под флэп-панелью Далее Вот это Так Тут Сложно Замерить 24 с половиной 25 Небольшое Отличие Главное То Что Вот Сами Эти Велкрухи Все Пролазит Вот Это Вот Тоже Молодцы Это Мне Вот Это Я Вечно Докапываюсь Почему-то До них Такая Мелочь Но У Тимсишников Они Вечно Какие-то Вытянутые Неправильные Формы Конечно В общем Черная Ткань Черная Черная Велкра Вот Это Вот Такое Мелкое Как На Хорнесе И Подушка К Хорнесу Зделали Это АРС Да Все То же Самое Заглянем В админки Кстати Тоже Усиленный Шов Усиленная Строчка На краях По админке Чтобы она Не отлипала Как у меня Было На Прошлом Тимси Чтобы не Отрывалось По Классике Три Отделения Тянучки Ну Кстати Цвет Этой Тянучки Да Я думаю У РС Некомененно Он должен Отличаться Ну Как видите Он тут На РС Он более Такой Койот На Крае Он более Тановский Ну Все Конечно Внутри Но Отличия Есть По поводу Швов У Строчек У РС Армы Они Очень Крутые Они Прям Такие Идеально Выполненные Ну У них И пожизненная Гарантия На них Не зря Прям Такие Как На краях То есть Технология Одна И та Жа Хорошо Прошито Все Нашел Небольшой Косячок Тоже Еще Один А Вот тут У края Тоже Усиленный Шов Усиленная Строчка Внизу Тоже Усиленная Ну Чтобы Опять же Таки У вас Не разрывались Просто Эти углы Которые В большей степени Подвержены Нагрузка У АРС Тут Нету Усиливающего Шва Сверху Смотрим Снизу Да и Снизу Тоже Нету Собственно Вот эти Места Я бы Тоже Прошивал Я думаю Край Присижен Их Не зря Прошивает Давайте Еще Посмотрим Усиленные Швы Ну Вот Сзади Тут Все Прошито Вот усиленные Швы Усиленные Швы Давайте Залазить Внутрь Тоже Интересно Пошли ли АРС Армапо Стопам Китайцев Или нет Ну По поводу Этого Байполона Тоже Отличается Что По цвету Ну Вживую Особенно Видно Камера Должна Передать Что Цвет Разный Но Вживую Прям Видно Ну И Текстуры Тоже Разная У АРС Больше Как Вот На Китайском ТМС Так Открываем И Еще раз Смотрим Напоминаю Что У края Тут Тянучка Мультикам Заметим Мультикам Стропа Стропа Это Тоже Мультикам Ну Еще раз Отделение Для Сапи И для Софт Армора Мягкой Защиты Смотрим АРС Да По стопам Китайцев Было Использовано Не Мультикам Тянучка Койотовская И Кстати Вот У китайцев Была Вот эта Стропа Мультикам У АРС Тоже Койот Но У нас Есть Второй Комплект Стропа Мультикам Тянучка Также Койот Вот Видите То есть Ну Неизвестно Какой вам АВС Попадется Тут Есть Стропа Мультикам Там На другом Комплекте Нет Ну Естественно Большинству Конечно же На это Насрать Вот Просто Вот Просто Насрать Мы сейчас Просто Вот Делаем Обзор Именно По вот Таким Вот Мелочам Чтобы Это Было Просто Видно Понятно И так Далее Тут Вот Есть Небольшой Промежуток Между Велкро На АРС Нету Ну Это Такой Тоже Мелочь Но Важный Момент Потому Что Ты Застегиваешь Плиту И у У тебя Тут Как бы Линия Сгиба Идет И сверху Уже Сюда Бухолон Ну Тоже Опять Жетки Мелочь Которая Просто Была Замечена Фастекс Отличается АРС От Краевского Это Явно Это По цвету Видно Краевский Более Темный У АРС Более Такой Светленький Ну Фастекс Фастекс Еще Тоже Блин Ко второму Комплекту Вот эти Вот Плейтбэги Плитники Как их там Еще Называют Идут В комплекте Сразу Вот С этим Например У Края Идет Отдельно На Плитники Вот эта часть Фастекса А на Харнесе Идет Вот эта Запчасть АРС Они Идут Сразу Это Хорошо Единственное Что мне Один набор Не доложили Во второй Плейтсет Ну Это тоже Типа Пишешь Ребятам И они такие А окей Типа Вышли Без проблем Все ок И так далее Но по цвету Отличаются То есть Это Ну Явно Не оригинал А может И оригинал Не знаю Вроде на этих Фастексах Есть где-то Клеймо Но это Ну Вряд ли Оригинал Даже Китайские Как можно Там из прошлых Видео Смотреть Китайские По цвету Больше Похожи На краевские Ну да Ладно Следующий момент Это вот Жесткая Пластина Внутри Плейта Которая У нас Идет Вот Отсюда Вот Ее Контур Виден До Сюда Вот Эта Вот Жесткая Панелька Смотрим На АРС Вот Чувствуется Эта Панелька Вот Она И До Куда Она Идет А Идет Она Аж До Сюда То Есть Вот Ее Размер По Сравнению С Краевской Краевская Вот До Сюда Вот Угол Краевской Ребята На этом Можно Экономить Ну Может Что-то Забыл Может Чему-то Слишком Нудно Придирался Да И вообще Видос В целом Наверное Вышел Таким Нудным Но Вот Кому Прям Интересно Какое-то Там Доскональное Изучение Реплика ВС То Тем Может Зайдет Ну Это Конечно Слишком Прям Придирчиво Но Вот По факту Ребята По факту По поводу Задних Панелей Ну Сказать Тоже Особо Нечего В глаза Очень бросаются Эти стропы На видосе Особенно Представляю Но Не обращаем Внимания По Задней Панельки Да Нечего Сказать Кроме Вот Этого Койотовской Молнии Которая Мне бросилась В глаза Очень сильно Тут Сзади Все То же Самое В целом Это Наверное Все Что Можно Про них Рассказать Какие-то Мелочи Может Упустил Но Это Не важно Это На Первый Взгляд Кстати Вот Тоже Мелочь Небольшая Такая Небольшая Мелочь Как Слив Воды В админке У АРС Он Присутствует Вот это Тут Два Усиленных Шва А тут Просто Не прошито И тут Получается Такая Вот Эть Дырочка У края Естественно Она Тоже Есть Ну Только Чуть Пошире Кстати Всем Спасибо Кто Смог Досмотреть Этот Нудный Видос Про АРС Армовский АВС Точнее Про Плейт Сет В целом Что От себя Хочу Сказать Это То Что Пошили Годно Учитывая Что Сейчас Китайский АВС Вы даже Не можете Купить Китайский АВС Просто Потому Что Их Не Шьют Это Вполне Хорошая Альтернатива То есть Это Естественно Лучше Чем Все Что Шили Тим Си До 2006 Какого Там До 2018 Года Когда Они Пошили Свой АВС Мбав Версию Но Вы Ее Просто Купить Сейчас Не Можете Может Конечно Ситуация Изменится В скором Или Позднем Времени Но На данный Момент Это Самая Адекватная Реплика АВС АВС Которую Вы Можете Купить Есть Еще Конечно Лицензированная Какая Там Компания Уж Не Помню Как Называется Которая Шьет Под Логом Края Только Там По-моему Свое У них Лого В общем Ребята У которых Есть Лицензия Они Отшивают Тоже Снаряжку Но Она Типа Чуть Дешевле Чем Оригинал И Смысл Я Прям Особо В ней Не Вижу Поэтому Вот Наш Отечественный Производитель Сейчас Делает Да С задержками Да Там То Все Бывает Но Ребята Наши Идут Навстречу А так В целом Ну Мне Понравился Неплохо Хорошо По сравнению С Прошлыми Годами Китайцев И Учитывая То Что Сейчас Вы Просто Не Купите Китайский АВС Это Отличный Вариант Отличный Вариант С Пожизненной Гарантией На Швы И Тому Подобное Так Что Вот Так Вот Если Будет Интересно Снять Про Хорнес То Отпишите В Комменты Потому Что Мне Лично Про Хорнес Не Очень Интересно Снимать Но Если Кому Прямо Интересно То Можно Снять Думаю Еще Будут У меня На Канале Видосы Про АВС Видимо Эта Серия Видео Про АВС Еще Не Закончена А так Заходите На Канал Смотрите Прошлые Видео Про АВС Всем Всем Спасибо Всем Пока